Сказка о Петре Царевича. Глава пятая. И числом их тридцать три. В пояс все творят поклон. Под торжественный трезвон храмовых колоколов едет царь до кузнецов. И его встречать идет Катерина. У ворот преподносит хлеб да соль и зовет в избу за стол. Царь приметил. Молодица выступает, как царица, плавно и неторопливо. Сарафан ее надива, златым серебром расшит, так на солнце и блестит. И сама она краса. Изумрудами глаза на лице ее сияют. Косы златом отливают. Кудри вьются на висках и румянец на щеках, словно лепесточки розы. Строен стан, как у березы. И, любуясь, царь вздохнул, вспомнил первую жену. У порога кузнецы, жеребца взяв под узцы, государю поклонились и благодарят за милость, что приехал погостить и простой их дом почтить. А в избе все чисто, ладно. Блещут у иконоклады, занавести кружевные и сосуды расписные на столе рядком стоят. Угощением стол богат. Катя не дала промашки, а на кузнецах рубашки, словно сшитые картины, постаралась Катерина. Петр-царевич пригласил, в красный угол посадил самодержца всей державы, отобедали на славу. Брашно хоть просты да вкусны, приготовлены искусно, и меды текли рекой. После трапезы такой государя почивать положили на кровать. А когда он пробудился, то подарком подивился. Кованный Петром ларец, словно сказочный дворец, весь в орнаментах старинных. И царю от Катерины, сшитая рубаха, впору. Подивился он узору. Узелков нигде не видно, самому надеть не стыдно. Царь в рубаху нарядился, в путь обратный снарядился. Кузнецов благодарит, службу во дворце сулит. Петр-царевич согласился, с молодой женой простился. Катя месяц как непрасно, ехать ей пока опасно. Молвит тут Иван-кузнец, разрешите, царь-отец, мне в селе родном остаться. Не могу пока расстаться, я с кузнецким мастерством, и хранить здесь буду дом. Ладно, так тому и быть, поезжай-ка проводить до дворца, пожалуй, нас, царь ответил. И тот час сели на коней верхом и поехали шажком по цареву пожеланию. Он задумал испытание снова учинить Петру в Ососновом в обору. — Высокие стволы, стройные. А на что они годны? Лучше сделать что из них, этих сосен вековых? — вопрошает хитро царь. — Кузню б сделал, государь, — говорит Иван-кузнец. Думает, и, наконец, — отвечает Петр-царевич, поглядевший на деревья, — сделать было бы верней мачты царских кораблей. Государь их похваляет и совет на ус мотает. — Въехали в еловый лес. Там деревья до небес. Лучше сделать что из них, этих елей вековых? — вопрошает хитро царь. — Избу можно, государь, — говорит Иван-кузнец. Думает, и, наконец, — отвечает Петр-царевич, поглядевший на деревья. Я б из этих стройных елей царские палаты сделал. Государь их похваляет и совет на ус мотает. Еду дальше. Глядь, на круче дуб раскидистый, могучий, ствол уж верно в три обхвата. Хитро царь спросил. — Ребята, что из векового дуба может выйти? Ладно, Люба. — Наковальня, царь-отец, — говорит Иван-кузнец. А царевич — нет, не гоже, дуб сходится помоложе для кузнец техноковален. И, подумав, мол, видали. Это старый дуб, могучий. Из него бы вышел лучше государю новый трон. Царь ответом восхищен. И совет на ус мотает и обратно отпускает. Недалече от дворца он Ивана-кузнеца. Отпустил и думать начал, кем Петра ему назначить. Ай да славный он, детина! Вот бы мне такого сына! Мастер-то, видать, отличный. Книжек сколько заграничных, но выписывал себе. Полки в кузне и в избе наделен еще при том государственным умом. Нет, не зря его царем называют всем селом. Что там думать? Не иначе надо б на его назначить мне, бояринам-старшим. Вот на том и порешил. Глава шестая. Царь с Петром вошли наутро в величавый тронный зал. Янтарем и перлам утром зал изысканно сверкал. Важно думные дворяне полукругом там сидят. Несмотря на час той ранней, хмуро на Петра глядят. Царь указ свой объявляет. И Петра, как порешил, высочайше назначает он бояринам-старшим. А дворяне неспокойно шепчутся. Простой кузнец, где же видно такое, чтобы стал старшим простец? Мало ли кто недоволен, будет так, как царь сказал. Приказать один он волен. Тут царица входит в зал. Царь старшого представляет. Жаловать прошу, любить. Назначенье одобряет та и на Петра глядит. А узнать его не в силах. И бесстыжие она сразу же в него влюбилась. Но ничуть не смущена. Ей, любовники, не внове. Петр и статен, и хорош. Чем же не предмет любови? Редко где таких найдешь. А она ему не люба. Зло кривит Каина рот. Смотрит нагло, хитро, грубо. Длинный нос везде сует. Возрастом уж немолодка. Да и что там говорить. Против Катеньки уродка. Невозможно и сравнить. Избегает Петр царицы. Катю в город не берет. Ведь Каина разозлится. Сам дела меж тем ведет основательные споры. Оживляется народ. И идет хозяйство в гору. А царю в казну доход. И на диво всем боярам из далеких стран земли За товаром и с товаром приплывают корабли. И дворяне, и бояре стали уважать Петра. Не сидит себе как барин в деле с раннего утра. Царь в Петре души не чает. Тержит с ним всегда совет. Жалует и привечает. И царевич тоже в ответ. Государю вместо сына стал он. Чувства все теплей. Да преследует Каина страстью грешную своей. Не дает Петру прохода. Так желанием горит, Что и при честном народе Хочет в спальню заманить. Отговаривался всяко Петр. Минуло много дней. В ней терпение иссякло. Говорит ему. В моей почивальне этой ночью Ты сегодня должен быть. А иначе опорочу. Пред царем велю казнить. Петр ушел в большой кручине. Дума думает смурной. Неужели Катерине, Женушке моей родной, С непотребной ублудницей Мне придется изменять. Хоть она сама царица, Таковому не бывать. И пошел как бы по делу На конюшню. Жеребца оседлал, И полетел он до деревни Из дворца. Катя рада несказанно, Что вернулся к ней супруг. Он, кручину рассказав ей, Говорит, пойду на луг Собирать свою дружину. Мне погонь не миновать. Молвит мужу Катерина. Погоди-ка воевать. Ни к чему с царем быть в ссоре. Вы убьете, вас убьют. Помогу, мой милый, в горе. Мы применим хитрость тут. В ночь тебе сошью я платье Из дырявого мешка. Как придет царица рать к нам, Ты сыграешь дурака. Узнавать тебя не будут, Разве что начнут дразнить. А потом, глядишь, забудут. Станем мы, как прежде, жить. Говорит супруг Катюше. Ах ты умница моя! Воевода, хоть и ушлый, Не признает чай меня. Дурака смогу сыграть я, А пока подай на стол. Утром в рваном грязном платье На опушку он пошел. Своему коню гни дому Вратиться приказал. Прискакал рысак до дому И в конюшне царской встал. А царевича напрасно Ночь Каина прождала. Утром встала злая страшно И погоню послала. Вслед ослушнику помчала. Стража прямо до села. В кузнице его сначала Поискала, не нашла. Катя молвит воеводе. Знать не знаю ничего. Я прошу вас, как найдете, Приведите мне его. Не бывает в нашей весе, Как уехал он с царем. Глаз не кажет целый месяц. Я соскучилась по нем. Стало стражнику досадно. Ей сквозь зубы промычал. Приведем, быть может, ладно. И к опушке вскач помчал. От погони взмокла стража. Видят, там сидит дурак. Все лицо в грязи и саже. И с бубенчиком колпак Из дырявой мешковины У него на голове. Он сухие хворостины Разложил на куче две. Из одной теперь в другую Перекладывает их. Да еще напропалую В шеи на платье бьет своих. И кладет в худую кружку. Неизвестно для чего. Ну, не дать не взять, петрушка. Стали спрашивать его, указав на хворостина. Что ты делаешь, дурак, безо всякой тут причины? Отвечает. Как не так? Убавляю, прибавляю. Но богатство не коплю. Всех врагов уничтожаю. И в кадушке их топлю. Воевода с громким смехом Крутит пальцем у виска. Мол, того. И прочь поехал. Нет спроса с дурака. Ускакали быстро стражи, Пыли поднимая вихрь. Петр во след язык им кажет, А колпачил ловко их. На плечо мешок повесил. Раз нельзя ему домой, Он отправился повесим, Веселить народ честной. Продолжение следует...